Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию выбора советских войск из Абонистана, состоялось с сестрой 15 февраля. Открывая церемонию участвования воинов-афганцев, ведущая, методист городского домокультуры Любовь Пузина, отметила, что эта памятная дата объединяет всех, и тех, кто выполнял воинский долг далеко за пределами Родины, и нас, кто обязан хранить память о той войне. Сейчас в нашем муниципальном образовании проживают 16 человек, участников Афганской войны. В разные годы, в разных местах проходила их служба, но память оказалась общей. Пережитая на той войне, закалила и сплотила ребят. И пусть конкретно в наш город, с афганской земли вернулись живыми все, но 15 тысяч советских солдат и офицеров отдали там свои жизни. Минутой молчания присутствующие в зале почтили их память. От имени руководства воинов-афганцев поздравила начальника дела по управлению муниципальным имуществом Юлия Григорова. Огромное спасибо за то, что Ваша отвага, храбрость и мужество стали чьей-то надеждой и спасением. Желаем Вам чистого мирного неба над головой, стального здоровья, спокойствия, стабильности в будущем, уверенности и счастья в настоящем. С праздником! Кроме теплых слов, которые ветераны-интернационалисты услышали в свой адрес, им были вручены денежные подарки и цветы. Они выиграли эту войну, потому что вернулись живыми. А старались и воевали ребята за то, чтобы меньше было слез в глазах матерей, а только радость наполняла бы их. 30 лет, как войска вывели, еще больше, когда домой вернулись. Все уже женились, уже у внуков и у многих. Что пожелать? Пожелать в первую очередь всем здоровья. Все-таки с возрастом мы начинаем болеть. Самое главное здоровье. А если будет здоровье, я думаю, все будет. Встречаться мы будем так же и все. Ну давайте еще не забывать тех, кто наших друзей, которых с нами нет. Творческие номера, подготовленные участниками Кружка юных журналистов «Открытая дверь» Елизаветы Куликовой и Ангелиной Майоровой, добавили мероприятию к праздничному настроению. О-а-а-а! О-а-а!